Следующий вопрос. Ихамат аль-Дюма афис-сиджин. Тоже вопрос важный. Разрешено ли или узаконено ли проводить пятничные намазы где? В тюрьме. То есть если люди пребывают или отыживают свой срок, является ли узаконенным для них проводить пятничную проповедь или пятничный намаз? Пали Ибнураджив Кельфат говорит и в своей книге «Патфандари Валигада» – латухам аль-Дюма афис-сиджин. И из-за этого не проводятся пятничные намазы в мечети. Из-за чего? Он приводит причину этого, потому что тюйма не является соборной мечетью. То есть Ибнураджив говорит о том, что сказали, что намаз пятничный может проводиться только в соборной мечети, в одной мечети города. Помните, это мнение большинства ученых. Говорит Ибнураджив, поэтому, соответственно, в тюрьме намаз не проводится, так как тюрьма не называется соборной мечетью. Так или нет? Но тогда что делать с тем, которые сидят в тюрьме? Они же не могут поехать в соборную мечеть. Даже если, которые находятся в заключении, 40 человек и больше, все равно не проводят пряточный намаз. Говорит Абнураджев, и относительно этого неизвестна разногласия третьего ученого. Помимо Манкалау и всех, которые высказали это мнение, какое мнение? То, что в заключении, в заключении в тюрьме не проводятся пряточные намазы. Это мнение Хасана Альбафри, а также Ибн Сирина, а также Аннахай, а также Суфьяна Ассури, имама Малика, Ахмада Исхака и других. Говорит Абнураджев, и говорит Абнураджев, в этом вопросе противоречил всем Абнураджев. Абнураджев сказал, те, которые отбывают заключение, находятся в заключении, тоже совершают пряточные намазы. Говорит мнение Абнураджев, и является более правильным в этом вопросе. Не один Аллах лучше знает. Потому что нет никакого довода, который бы запрещал это. Значит, правильное мнение то, что люди, которые сидят где, в заключении, также проводят пяточные намазы. И это, брат, мнение является правильным, без сомнения. Почему? Потому что человек может пребывать в тюрьме 10 лет, 20 лет, так или нет, 15 лет, и что, все это время он не будет совершать пяточные намазы. А кто-то может находиться пожизненно. То есть, подобно тому, как заключенные совершают намазы в коллективе, так или нет, так же они могут совершать намаз, где тяточный намаз в своем заключении вместе. Если у них есть какая-то комната или что-то подобное, то, что считается у них за мечеть. Следующий вопрос. Продолжение следует...